здравствуйте товарищи меня зовут Михаил Судаков на этом канале я реагирую на кип-поп на очереди у нас песня бам-бам-бам певицы Ерин Ерин вы ее знаете по группе G-Friend я уже один раз реагировал песню у нее называлась по-моему Ария как всегда в таких случаях если мне песня сильно зашла я через полгода год трудом с чудовищно вспоминаю в принципе как там было что мне казалось мне песня не понравилась или понравилась или как вообще если песня заходит или ее терпеть не могу я обычно прекрасно помню да а вот если что-то такое либо окей нормально хорошо либо средненько просто из головы улетает напрочь извините так и здесь мне пришлось пойти переслушать свою реакцию хотя бы выводы да послушать конце чтобы понять что да ничего особенного да и песню я предыдущую потыкал да она средненькая она средняя она просто ок максимум вот но тем не менее мне все-таки попались тизеры бам-бам-бам и мне эта песня показалась более интересной чем предыдущая я все-таки отреагирую надо дать девушке второй шанс в конце концов потому что публика и как-то шанс особо не дает тогда кто если не я собственно говоря почему и публика шанс не дает я про это скажу чуть позже давайте товарищи перед начнем реакция как всегда я попрошу вас поставить лайк и скажу большое спасибо людям которые меня поддерживают на бусте в особенности шуру шуре скажу большое спасибо или просим горш в день у ерина антона болюдицу александр древнего анистрин рин и дания ну что ж давайте готовы к реакции и я готов ерин бам-бам-бам 321 поехали вот не я услышал это звучание я подумал прикольно это хорошее ретро-синтовое звучание я не могу сказать что я в большом восторге от манеры от ее вокала именно от манеры пени вот здесь еще старые игрушки клево странное замедление песни но целом может сработать ау хотите сброситься хорошие ударные приятные пады синты все это клевую ретро-атмосферу создает ну и окраска клипа такая не уверен что вот это замедление было необходимо хотя не могу сказать что на песню как-то сильно портит на льву а на и и а и и и и и и и Это забавно Би-би-би Бам-бам-бам Что они играют? Поле вроде баскетбольное, колец нет Такой характерный прием, да? Как будто мелодия разлетается на кусочки Не могу сказать, что им все-таки это нравится на постоянке Я редко такое делаю Мне кажется, я сейчас буду придираться к вокалу Я не уверен, вина ли это Ирин Или вина человека, который я, собственно говоря, эту песню ставил Но местами она поет как будто бы невнятно Местами она поет слишком фальцетом Там где-то делать необязательно Кое-где она, ну и слышали сами Как будто бы звизгивает Это звучит нормально, но потом, когда это продолжается Несколько раз повторяется и в паре моментов рядом Потом ощущение, как будто она где-то торопится То есть я почти уверен, что поскольку это неживое выступление А финальный продакшн То так и задумано Зачем так задумано? Другой разговор Мне кажется, эта песня гораздо более подошел Такой сильный, хороший вокал Что-то в стиле того, что звучало мага Я думаю, вы видите ассоциации прямые, да? Отсылки Потому что, в принципе, G-Friend закончила на просто суперхитяре На одной из моих любимейших песен вообще Моей любимой песни точно G-Friend самих Магу И она была как раз выполнена в ретро-стилистике Она и музыкальная была, и визуальный клип был сделан таким акаром И первая песня Ерен Она была Слабой Повторюсь, я тоже сказал Продажи у нее были неплохие За первый день там была продана примерно 20 тысяч копий Как вы думаете? Давайте так Перед тем, как Услышать мою фразу Напишите в комментариях сначала Поставьте видео на паузу Напишите в комментариях Мне кажется Продажи За первый день У Ирин У этого альбома У нового Такие вот Вот напишите Как вы считаете? Да Написали? Откомментировали? Все? Чудесно Давайте Я теперь сейчас вам их озвучу Продажи Альбома Минника Ready, Set, Love За первый день Составили 2023 копии Ровно в 10 раз меньше Теоретически Такое возможно Например, агентство недостаточно напечатало копии Агентство на самом деле достаточно фигово По-моему, рекламировало Я про ее релиз узнал буквально О, что? Из чатика из нашего, да? Замечательно Там, где мои подписчики сказали Там, кстати, вот Накидали мне вообще за вчера Кучу клипов Я такой Мама, что делать-то? Ну, что делать, что делать? Все реагируют на то, что мне более-менее интересно И Падение в 10 раз Это на самом деле чудовищно плохо Это значит, что карьера не то чтобы закончена Если это не какой-то глюк чудовищный Если альбом выпустили не за час до окончания рабочего дня После чего, считай, было невозможно Если продажи в следующий день не втопят Это значит, как-то совсем плохо И, возможно, у Иринка и эра просто не сдалась сольная Эта песня тоже не идеальная На мой взгляд, она все-таки лучше гораздо, чем Ария Заметно лучше Она живее, она интереснее и так далее Даже к вот этому вокалу Я сейчас буду, наверное, в процессе второго прослушивания Как-то показывать и говорить Вот здесь мне не сильно зашло, здесь мне не сильно зашло Даже к этому можно прикопаться Или на это обратить внимание В Арии было обратить внимание не на что У меня подочтение такое Как будто я какую-то мысль потерял Ну ладно, в процессе, я думаю, я ее поймаю И вам ее носову Давайте второй раз слушать Начало годное, хорошее В принципе, музыка хорошая Ударные тоже местами из той эпохи Ну, у Ирины очень высокий голос И он, по-моему, этой песне сильно подходит Я не могу сказать, что у нее сильный У нее, по-моему, не сильно Не сильный, сильный голос По крайней мере, она его не особо-то и показывает И вот иногда Ну, здесь вообще странный момент Как будто она говорит вообще отдельно от музыки Здесь как будто она не успевает прочитать И немножко запаздывает Ну, окей А клип красивый Она то как-то сильно громче поет, то тише У нее просто голос по уровню скачет Громче, тише, громче, тише Это не всегда хорошо Эта песня реально подошла бы что-ли более мощное По части вокала Опять же Это забавный Я за это хотя бы зацепился Но ощущение такое Как будто она хотела сказать Ау Случайно, простите, укорректнула В процессе записи Все-таки О! Гениально Давайте это оставим Да, странный сегмент Особенно в этом куске Мелодия местами все равно приятная даже очень Ну, тоже Не вас други от этого куска, честно говоря, по вокалу У меня здесь нет чего докопаться на самом деле Просто почему-то не казалось, что можно было еще лучше Вот видите, она здесь тоже на... вот так вот как будто на... Немножко бьет по ушам, честно скажу В итоге музыка приятная Местами не до конца докрученная Потому что, ну, есть параментов, которые я бы сильно поменял Чтобы мне эта песня понравилась Совсем-совсем-совсем По вокалу странные ощущения Потому что эта песня искусственно задает ощущение Как будто у Ирин вокал... Ничего особенного А я этого, в принципе, по времени G-Friend особо не замечал Я и, в принципе, варе, наверное, у меня тоже особых вопросов не было Здесь местами они возникают Я небольшой специалист по вокалу, честно скажу Поэтому, может, я и не прав Я говорю только свои ощущения, вот искренне свои Что местами мне это просто резало слух Местами хотелось, чтобы здесь как-то хорошо спели Более внятно, более, так сказать, акцентированно Вот, ну, песня подразумевает такое исполнение Это никакая-то там расслабленная R&B или баллада Где можно так более-менее спокойно петь Это все-таки что-то такое ретро-стилистика Как-то так, ладно Напишите, что вы думаете Может, у вас совершенно другое мнение И пообсуждаем Я наверняка... Я уверен, что вы уже написали Сколько... Какие продажи у этого альбома, да? Поставили же на паузу, да? Написали же продажу Ну, вы можете теперь в комментарии добавить В принципе, или оставить еще один, почему бы и нет Все! Всем спасибо! Всем пока! Благодарю людей, которые меня поддерживают на Boosty Можете присоединяться, кстати, к Boosty И, в принципе, к этому каналу можно просто подписаться Этого будет для начала достаточно А пора Boosty подумайте потом Если уже подписаны, подумайте сейчас Все! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...